Финансовое сотрудничество Финансовое сотрудничество Организации одной страны ЕАЭС могут отправлять запросы о предоставлении кредитного отчета, сам кредитный отчет, а также документы, касающиеся о спаривании кредитной истории заемщика другой страны евразийского пространства. Отметим, что граждане ЕАЭС могут взять заем в банки одной из стран Евразийского экономического союза и сейчас, но теперь делать это можно будет гораздо быстрее и качественнее. Дело в том, что ранее у банков не было доступа к кредитным бюро другой страны. О финансах только уже не рядовых граждан, а всей медицины Павлодарской области рассказал премьер-министру страны в своем депутатском запросе сенатор Ернур Айткенов. Он призвал Министерство здравоохранения оказать содействие в решении вопроса недофинансирования медицинских организаций этой области. В регионе сейчас складывается критическая ситуация, когда жители области могут оказаться без получения полноценной и качественной врачебной помощи. Все дело в хроническом недофинансировании медицины. Проведенный анализ показал, что выделенных на 2023 год средств хватит лишь на то, чтобы полностью покрыть годовой объем заработной платы, на 85% выплатить налоги и другие обязательные взносы, частично приобрести медикаменты. А вот на остальные расходы, такие как коммунальные платежи, услуги связи и прочие приобретения, денег нет. Кроме того, с прошлого года в Павлодарской области медицинские организации, оказывающие стационарную помощь населению, не получают средства за уже фактически оказанные медуслуги. В этих рамках медицинским учреждениям очень трудно работать. То есть они скованы планами финансирования. Им определили линейку вот этой шкалы финансирования помесячная. В связи с этим сокращаются и госпитализации, и услуги населения. Здесь не могут вовремя госпитализировать. Я рекомендовал Министерству здравоохранения посмотреть вот эти тарифы, чтобы эти тарифы работали во благо этого населения, чтобы население видело этот результат. Другую проблему во время заседания Сената поднял сенатор Шакарен Буктугутов. Он отметил низкие темпы развития обрабатывающей промышленности, в которой по-прежнему доминируют импортное сырье и комплектующие. По мнению сенатора, также необходимо пересмотреть работу фонда развития промышленности и механизмы финансирования. В продолжительное время доля обрабатывающего сектора в ВВП страны составляла 10-11%. И лишь в 2020 году этот показатель достиг 13% и то за счет сохранения высокой доли в металлургии. Все дело в том, что крупные недропользователи ориентированы на экспорт сырья и не заинтересованы в развитии переработки внутри страны, говорят сенаторы. Из страны сейчас вывозят 87% производимого алюминия, 99% меди и 77% свинца. В целом за последние 6 лет экспорт металла вырос на 35%. Как итог, в производстве доминируют импортное сырье и комплектующие. К примеру, несмотря на мощную господдержку, больше 80% потребности Казахстана в продукции машиностроения обеспечивается за счет зарубежных поставок комплектующих доля импорта в стратегическое для государства фармацевтической промышленности 63%, в производстве электронной продукции 40%. Все это приводит к так называемой ложной локализации, о которой говорил президент страны. Есть заинтересованность Казахстана в готовой продукции для использования на внутреннем рынке. И в этом направлении мы провели круглый стол, посещали Акмолинскую область, Североказахстанскую, для того, чтобы дальше направить в целом государство для привлечения сил и средств в продукцию именно с высокой добавленной стоимостью 5-6 передела. Во время пленарного заседания сенатор Ольга Булавкина выразила обеспокоенность использованием водного потенциала реки Иртыш. По словам депутата, за последние 7 лет объем Бухтарминского водохранилища снизился с 45 до 38 кубокилометров. Все дело в отсутствии нормативно-правовых актов, регламентирующих аспекты деятельности каскада Иртышских ГЭС. А это может привести к критическим экологическим последствиям, например, спровоцировать чрезвычайные ситуации в паводковый период и в период маловодья. По словам сенатора, вот уже 4 года в Казахстане отсутствует единый правовой алгоритм действий субъектов, эксплуатирующих стратегические объекты ГЭС из-за их специфики работы. Дело в том, что разрозненные гидростанции реки Иртыш не обладают необходимой информацией для составления прогноза расходов воды. Также в стране не учитывается специфика деятельности ГЭС, работа которых затрагивает интересы смежных отраслей экономики. Отсутствие своевременного прогнозирования, разрушения берегов и потерь земли по контуру каскада водохранилищ сейчас не позволяет определить интенсивность воздействия на береговую линию, а это приводит к деградации земель в прибрежных зонах. Очень важно именно этот вопрос сегодня поднять на уровне парламента, потому что сохранение ресурсов водных – это одна из задач нашей страны. И вот говоря о том, что сегодня на Иртыше стоят три ГЭС, которые являются одним из основных источников накопителей пресно-питьевой воды. И что нужно отметить, что до 2019 года именно каскады ГЭС были отрегулированы определенными документами. И с 2019 года данный нормативный правовой акт отсутствует. Отдельно ГЭС документы регламентирует. Но в целом, когда идет процесс действия трех и более ГЭС, такого документа, к сожалению, у нас нет. Казахстан станет полноправным членом института ЦАРЭС. Это международная организация Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества. Межправительственный институт, занимающийся продвижением экономического сотрудничества в странах Центральной Азии вдоль Шелкового пути. Институт проводит стратегические консультации, политическое исследование, кадровую подготовку по темам, которые актуальны для стран Центральной Азии. Например, по развитию экономического коридора, созданию более благоприятных торговых условий, сотрудничества в области энергетики. Начиная с 2001 года ЦАРЭС содействовала привлечению инвестиций в размере более 17 миллиардов долларов США в транспорт, энергетику и торговлю. Соглашение устанавливает правовой статус, порядок деятельности, задачи и полномочия Института Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества. Также будет способствовать сотрудничеству в научно-исследовательской сфере. Уникальная книга, важная для истории страны, была презентована на этой неделе в Сенате. Ее автор – известный казахстанский ученый Мухит Ардагер Сыдакназаров. Он директор Института современных исследований Евразийского национального университета имени Льва Гумилева. Его труд – непрерывная государственность Казахстана в потоке истории казахского государства на европейских и американских картах XVI-XIX веков. Это результат многолетних научных исследований в Европе и США. Профессор Сыдакназаров ввел в историю нашей страны ранее неизвестные отечественным ученым данные, которые позволят проводить фундаментальные прикладные исследования непрерывной государственности Казахстана. Труд автора охватывает период с 1562 по 1879 годы. И наглядно иллюстрирует ключевые этапы развития казахской государственности. Всего книга включает 130 карт. Национальный интерес сейчас выходит на первое место. Картографии, которые были сделаны еще 5-6 веков назад, которые были сохранены в зарубежных архивах Великобритании, Америки, Европы. Это большое достояние именно для Казахстана, я думаю. И большая работа проведена Ардагиром Коржуба и Улы. И я думаю, мы должны оказать большую поддержку на уровне государства. Наши школьники должны знать и видеть, что с момента образования в 1465 году отцами основателем казахского государства Ханами Киреем и Жанебеком наше государство, Казах Мемлекета, Казахия, было успешным геополитическим субъектом на всех картах, которые готовили европейцы, а позже и американцы. Тем самым оно решает не только научные задачи, оно решает большое воспитательное значение. Наши школьники должны знать, что наша страна успешна во всех отношениях, во своей внешней и внутренней политике. И тому неоспоримым доказательством являются эти карты. Это было время Сената, где мы рассказываем вам о том, как обсуждаются и одобряются законы, направленные на повышение социального благополучия всех граждан страны. Еще больше новостей о деятельности сенаторов вы можете узнать на официальных аккаунтах Палаты в наиболее популярных социальных сетях. Подписывайтесь на аккаунты Сената и оставайтесь в курсе событий. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин